Авторитетный инсайдер и аналитик Росс Янг поделился информацией, касающейся будущих смартфонов линейки SE. И судя по всему, нам сначала покажут iPhone SE+, а спустя пару лет iPhone SE 3. Новости довольно интересные, так что сейчас все обсудим. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста, у микрофона Антон, поехали! В социальной сети Twitter аналитик Росс Янг опубликовал новые данные, касающиеся следующего смартфона Apple. По его данным, в 2022 году нам покажут iPhone SE+, и, внимание, смартфон получит такой же 4,7-дюймовый дисплей, как и представленный в 2020-м iPhone SE 2-го поколения. Главным отличием станет более мощный процессор Apple A15 и поддержка работы в сетях 5-го поколения. Единственное, что тут непонятно, так это название. Ведь обычно приставка Plus компания Apple обозначала увеличенную версию смартфона. А в этом случае Plus будет означать не физический размер, а внутреннее улучшение. Хотя, начиная с 2017 года, компания Apple прекратила использовать приставку Plus в своих смартфонах и использует Max. Вспомни тот же iPhone XS и XS Max, так что такое решение имеет место быть. Я же больше склоняюсь к названию iPhone SE 5G. Такой смартфон, пусть и не станет чем-то особенным, позволит Apple активнее продвигать использование сетей 5G. А новый iPhone SE Plus будет самым доступным 5G смартфоном от Apple. В любом случае, если вы владелец iPhone SE второго поколения, то смысла обновления я не вижу. И вам стоит подождать iPhone SE 3. Его, судя по словам аналитика Росса Янга, представят в 2024 году. Диагональ дисплея новинки составит от 5,7 до 6,1 дюйма. И это звучит крайне логично и реалистично. Сейчас объясню почему. Первый iPhone SE нам показали в 2016 году. Второй iPhone SE показали спустя 4 года, в 2020 году. И если iPhone SE третьего поколения покажут в 2024 году, то получается мы можем рассчитывать на появление новых смартфонов SE каждые 4 года. Новый iPhone SE 3 получит дизайн iPhone 11 или iPhone XR. Ведь не стоит забывать, что основная идея смартфонов в линейке SE очень проста. Берем старый смартфон, обновляем начинку и готово. И если вспомнить диагональ дисплея iPhone XR или iPhone 11, это как раз таки 6,1 дюймовый IPS дисплей. И да, это еще один аргумент в пользу смартфона. И если вы по какой-то причине не хотите покупать смартфоны с OLED-матрицами, то смартфоны линейки SE отлично вам подходят. И если новости о iPhone SE 3 довольно противоречивые, то вот в выходе iPhone SE Plus в следующем году я не сомневаюсь. Причем неважно как его назовут, iPhone SE Plus или iPhone SE 5G. Главное, что это будет все тот же iPhone SE второго поколения, но с поддержкой 5G. И произойдет это вероятнее всего весной 2022 года. А есть ли в вашем смартфоне поддержка сетей 5G? Ваши мысли по этому поводу мы как и всегда ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста. У микрофона Антон, до связи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!